Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Российское правительство одобрило повышение пенсионного возраста уже со следующего года. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что для проведения пенсионной реформы ведут переходный период. Пенсионный возраст в итоге повысят для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 63. Необходимость реформы российский премьер объяснил сложившейся обстановкой в пенсионной системе. По его словам, она может привести к ее разбалансировке. А повышение пенсионного возраста позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсии, чтобы компенсировать инфляцию. По словам Медведева, доля работающих людей становится все меньше, а пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет только расти. По данным опросов общественного мнения, более 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста. По конституции нашей страны единственным источником власти является народ. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России. По официальным данным Росстата, среднедушевые доходы в Российской Федерации 31 тысяча рублей. Правда, при этом в эти среднедушевые доходы включено благосостояние, скажем, Леонида Михельсона, составляющего в расчете на одну семью 1 триллион 200 миллиардов на наши деньги. Неудивительно, кроме Михельсона, если другие достойные люди, что среднедушевые доходы в Российской Федерации порядка 30 тысяч. Но если мы посмотрим не среднедушевые, а, скажем, медианные, то есть где половина людей получает больше этой суммы, половина меньше, то это уже не 31 тысяча по данным Росстата, а 23. А если посмотрим модальный доход, то есть наиболее часто встречающийся в Российской Федерации, то это 13 тысяч рублей, чуть выше, чем официальный прожиточный минимум. Нам говорят про среднюю зарплату в 43 тысячи рублей. Оно может, конечно, и так, если считать только официально работающих людей. Но среди даже этих официально работающих людей по 2016 году мы знаем среднюю годовую заработную плату каждого члена правления Роснефти в 370 миллионов, каждого члена правления Сбербанка в 300 миллионов, каждого члена правления Газпрома в 144 миллиона и каждого члена правления ОРЖД в 100 миллионов рублей. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.